Они перед нашими глазами. Это моменты, случившиеся в первом периоде. Вот здесь бросок к поворотам Артема Арзамасцева. А тут уже выход к воротам индийской команды. Дмитрий Колготин прорывался, но оставили его достаточно оперативно без шайбы. Бросок Антона Луфичева. И пока, пока справлялся с ними Никита Лысенков, но до пары до времени. Потому что один из этих бросков все-таки привел в итоге гол. Пусть и не прямым броском, а с подставлением от Никиты Ли. Думаю, никто тут не расстроен. Вот, собственно, и момент с первой заброшенной шайбой. И снова у нас на синей линии был Антон Лукичев. Снова он наносил бросок со своей излюбленной позиции. Ну, а вот тут уже Илья Квачко переправил шайбу низом в угол ворот. Мимо всех защитников, мимо вратаря. Ну, и по большому счету вот в этом удалении, все это в одном удалении было, оба этих гола, судьба матча и решилась. Ну, и был еще один момент в этом удалении Максима Кирилейченко. Пять минут он отбывал штрафа. Вот как раз-таки этот эпизод, где Данил Давыдов шайбу протащил по левому краю, вырезал передачу на Данилу Попова. Тот бросил, но успел переместиться Никита Лысенков и шайбу зафиксировать. На этом заброшенные шайбы, но достаточно продолжительный промежуток времени у нас закончились. Это уже эпизоды, судя по всему, третьего периода. Когда по большей части атаковали у нас воронежцы, им нужно было спасать эту игру. И относительно недалеко от этого они по итогу оказались. Вот уже в шестером они действовали. И Вадим Фаттахов в одном из эпизодов, потому что вот они идут буквально один за другим. Все-таки Вадим Фаттахов не отпустил сегодня Артема Арзамасцева со льда без пропущенных шайб. Но я думаю, у Артема все впереди. Будут еще в его карьере сухие матчи и далеко не один. Ну и вот, собственно, да, этот гол. Вроде бы даже Артем справился с броском, но шайба отлетела в сторону от ворот, где поджидал ее Вадим Фаттахов. И он уже завез игровой снаряд в пустой угол. Хотя и здесь Артем Арзамасцев был близок к тому, чтобы справиться, потому что успел он выкинуть руку. Но Вадим Фаттахов тут чуть-чуть быстрее оказался в этом эпизоде. Ну и осталось нам посмотреть момент с третьей заброшенной шайбой Дизеля, автором которой стал Никита Ли. И пришлась она уже в пустые ворота. Вот, собственно говоря, этот эпизод. Перехват в средней зоне. И Никита Ли устанавливает окончательный счет в этом матче. Таким образом, 3-1 становится у нас счет и на этой ноте завершается матч и завершается трансляция. Для вас работал комментатор Петр Голубев. До встречи на хоккее!